В выходные в 102 микрорайоне произошло тройное ДТП. Ниссан Сани наехал на Тойоту Креста и задел рядом стоящий ВАЗ-2106. Двое детей, которые сидели в Ниссане, получили сотрясение мозга, а водитель – перелом ребер. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии. А сегодня утром в микрорайоне Стеклозавод водитель ВАЗа ударил Тойоту Королла. Пострадавших нет. Еще одна авария. На проспекте 50-летия октября на этот раз электросамокат врезался в Тойоту Клюгер. Водитель двухколесного транспорта вез на себе восьмилетнюю девочку. Она получила травмы. Ребенка доставили в больницу. На фоне участившихся аварий с несовершеннолетними начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин предложил ввести в школьную программу обучения детей езде на электросамокатах. Для инициативы необходимо выделить дополнительные часы. Стали известны подробности потасовки возле Фелисити. Пресс-служба МВД рассказала, что еще год назад мужчина, которого схватили полицейские, попался с самодельным огнестрелом. Все это время он находился в розыске. И только сейчас полицейские вышли на его след. Установив местонахождение разыскиваемого для его задержания, в Улан-Удэ были командированы сотрудники МВД. Вводя в заблуждение работников и посетителей заведения, подозреваемый просил их содействия в освобождении от удержания полицейскими. А также распылил перцовый баллончик в лица сотрудникам, после чего скрылся. Полицейские продолжают поиски мужчины. Теперь его ждет второе уголовное дело. Бурятию включили в программу «Чистый воздух». Улан-Удэ, Гусиноозерск и Селингинск попали в список населенных пунктов, где пройдет эксперимент. В планах перевод жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое. Ремонт трамвайных путей и закупка более экологичного общественного транспорта. Работы должны начать с 1 сентября 2023 года. Цель эксперимента – сократить вдвое количество вредных выбросов в атмосферу. Победы, победы и еще раз победы. Уроженка Бурятии Кристина Ткачева стала победительницей 8-й Всероссийской летней универсиады в Ульяновске. Она выиграла финальный бой. Но не только спортсменка прославляет нашу республику. Солистка Бурятского театра оперы и балета Батчима Эксамбу стала лауреатом первой степени на конкурсе молодых оперных певцов Твери. Поздравляем!